Бахтидан День Божественного Веления Шиядвайта Ачаря Прабухи, Яйца Парикара Шиши Гуру Гуранга Гандхарова Гирикхарижа Ки, Яйца Гирираж Гвардханута, Яйца Нри Симхадрев Прахват Махараджа Ки, Яйца Мадин Тулуси Махарани Вриндадеви Ки, Бахты Вринды Ки, Яйца Итай Говар Примананды. Харья Кришна, дорогие преданные, гости. Очень приятно всех видеть. Вот сегодня у нас праздник, День Явления Шиядвайта Ачаря Прабуха. Это очень значимый праздник, потому что Шиядвайта Ачаря Прабуха – это сам Господь, сам Господь Махавишна, который явился как Аватара в этом материале мира для того, чтобы предверить пришествие Господа, Господа Читания. И, как мы знаем из Священных Писаний, наше Писание, которое базируется в основном Бхагавад-гита с Чимат-бхагаватом, Писание Чиритамри – это основные Писания, которые излагают всю Сиддханту, которой мы следуем. То есть мы получаем восприятие, восприятие трансцендента реальности изначально, изначально через Писание, через Садху и через внутренние какие-то откровения посредством того, что мы все эти вещи изучаем. И Писания, они говорят, что Господь, Господь, Он постоянно приходит в этот мир в своих различных образах, в своих различных Аватарах. Тогда Он приходит сам. И в Ведах есть описание времени. И для того, чтобы понять вообще, что такое время, это очень важно, потому что мы должны понять, что мы с точки зрения времени живем какое-то вообще очень маленькое мгновение. И мы должны понять, что идет Кали-Юга. Сейчас идет время Кали-Юги – 432 тысячи лет. Это говорится, что это век раздоров и лицемерия, век, в котором мы живем. Эта эпоха только началась, всего 5 тысяч лет прошло от ее начала. И интересно то, что Кали-Юга, перед ней была два пара Юга. Она длилась 864 тысячи лет. Перед два пара Юга была Трета-Юга. Трета-Юга длилась там 1 200 000 с чем-то лет. А перед Трета-Юга была Сати-Юга, которая длилась 1 700 000 лет. То есть фактически вот эти 4 периода, Сати-Юга, Трета-Юга, два пара Юга и Кали-Юга – это 4 основных сезона. И веды их сравнивают как весна, весна, лето, осень и зима. Зима с Кали-Юга приравнивается как раз к зиме. Если мы сложим, у нас получится где-то 1 700 000, 1 200 000, 3 800 000. То есть 4 700 000 лет. В принципе, даже если подумать с нашей точки зрения, 4 миллиона лет жизни – это довольно-таки такой большой промежуток, в котором находимся мы. И говорится, что вот этот цикл из 4 плюс – это 1 Диви-Юга. И говорится, что всего в одном дне Брамы 71 таких Диви-Юга. То есть 1 день Брамы длится, состоит в 71 умножить на 4 миллиона. Соответственно, мы можем понять, сколько длится 1 день Брамы. То есть очень-очень долго. И говорится, что в каждую вот эту Диви-Югу, состоящую из 4 циклов, приходит Господь. То есть в каждую Диви-Югу предназначены определенные… Ну, то есть в Сати-Югу приходят определенные аватары Господа. В Крета-Югу приходят определенные аватары. В Вапару-Югу приходят определенные аватары. И в Крета-Югу тоже приходит Кришна, приходит Господь Читания. Но все это аватары, аватары Нараяны. Вот. И говорится, что один раз в течение этого периода, в течение 71 Диви-Юги, приходит непосредственно своям Боговам Кришна, и непосредственно сам тоже своям Боговам, как Господь Читания. То есть приходит он в Крета-Югу. И вот наш Городем, посвященный Писании, говорят, что наша удача заключается в том, что мы как раз родились в такую Кали-Югу, когда как раз являлся своим Боговам Кришной, и, соответственно, всего 500 лет назад являлся Господь Читания. То есть это сам Господь, изначальный Господь, из которого исходит Маха-Вишну, Читарьюха, Маха-Вишну, соответственно. Все ипостаси, все аватары, все-все-все, абсолютно все, что только может быть, они все исходят именно из этой личности, изначальной личности. И вот он приходил. Но для того, чтобы не зайти в этот мир, ему нужна какая-то действенная причина. Вот. И так как сегодня у нас День явления Адвайты Ачарьи Прабу, соответственно, мы должны рассказать немного о том, что это за личность. И Писания говорят, что Маха-Вишну, Маха-Вишну, это тот, кто творит этот материальный мир. То есть Карна да Каша и Вишну, Кшира да Каша и Вишну, Гарба да Каша и Вишну. Это различные описания. Если мы поймем, о чем идет речь. Писания очень подробно это разбирают. Но я думаю, мы не будем сейчас растачиваться на такой глубокой философии. Мы сегодня утром, целое утро читали очень длинные повествования о том, как все это происходит, как это материальное творение начинается, продолжается, как из одного Пуруша выходит другой Пуруша, как он все пронизывает, как все зиждется на его безграничных энергиях. Мы должны понять просто, что вот этот Маха-Вишну, который творит все эти бесчисленные материальные вселенные, у него есть тоже аватары. И эти аватары тоже не сходят на Землю, на другие планетные системы, ну и на Землю в том числе. Вот пятьсот лет назад, даже, наверное, не пятьсот лет назад, а, скорее всего, шестьсот лет назад, не зашла аватара Господа Вишну, и это был Адвайта Ачария там. Вот. И Адвайта Ачария Прагу, он видел, наблюдал за этим миром, видел, как мир скорбит, в Калиюга только началась, но были такие очень… И Калиюга, она характеризовалась тем, что, надо понять, что люди проводили свадьбы кошкам и собакам. То есть, сейчас это тоже проводится, да, причем это сейчас все в большем-большем масштабах, но тогда это, как бы, вот, начало как раз Калиюга проявляться в том, что начала деградация, люди проводили пышные свадьбы. Кто просто был в Индии, он понимает, что такое свадьба, это, наверное, примерно как Абхазская свадьба, только еще побольше, гораздо. Вот, люди, они проводили… И Навадвипа наславилась, с одной стороны, своей ученостью, своим аристократизмом, то есть, это был центр, центр, центр образования, то есть, куда стекались… Все, кто хотел получить какое-то такое серьезное образование, все приезжали в Навадвипу. То есть, все… И Адвайта Ачария, он явился как раз в это время, в этом месте, и он явился где-то, ну, наверное, где-то за 75 лет, может быть, за 80 лет до прихода Господа Читания. И Адвайта Ачария, он наблюдал… Он родился, в общем, в таком аристократическом браманском роду, артодоксальных браманов, смартфон браманов, который, ну, который был в авторитете, то есть, все к этим личностям обычно очень, ну, прислушиваются в том мире. И он родился в этом… в этот период, и наблюдая, как люди все больше и больше деградируют, он думал, как им помочь. И мы знаем, что в боговадите есть стих, что если предложить Господу с любовью и предностью плод, цветок, листок тулуси и воду, то Господь будет удовлетворен. И он думал, как сделать так, чтобы Господь не зашел на эту землю. И он воспользовался этим стихом. И что… о чем идет речь в этом стихе? Что Господь, он… если ему предложить воду ганге и листок тулуси, то Господь, он непременно ответит. Но для того, чтобы это произошло, Адвати Ачаре потребовалось 50 лет. То есть в течение 50 лет он ежедневно предлагал Господу с молитвами воду ганге и листок тулуси и просил его не зайти в этот мир. И поэтому говорится, что Адвати Ачаре, он был причиной, побудившей Всевышнего Господа не зайти в этот мир и явить эту ливу… С одной стороны, ливу спасения всех живых существ, а с другой стороны, это совпало с приходом… с приходом как раз… Потому что в каждую кольюву приходит аватара Господа Читания, Господа Читания, которое дает религию века Калия, воспевание святых имен Господа. Но вот в одну двадцать восьмую девиюву приходит как раз Сваям Багаван, он приходит с двумя целями. С одной стороны, он приходит тоже для того, чтобы проповедовать славу воспевания святого имени, а с другой стороны, он приходит для того, чтобы вкусить свою собственную… расу… И вот… Господь… Господь Адвайта Ачарева молился в течение пятидесяти лет, призывал Господа и Господь… Ну, нужно понять, что, с одной стороны, это всё лило, да, с одной стороны, всё сценарий некий, по которому Господь должен прийти, так или иначе, но с другой стороны, всё это нужно обустроить, всё нужно обыграть и показать людям, насколько это не так всё просто, да, потому что пятьдесят лет поклоняться… это… ну… если нас кто-то задумывается, у нас там… и пять дней тяжело становится… и пять… Пять минуты в жизни… Так или иначе, Господь Адвайта Ачарева, Он призвал Госпоситанию в этот мир, для того, чтобы люди этого мира, они смогли соприкоснуться с величайшим богатством, потому что, нужно понять, кальюга идёт, это люди, ну, очень… очень недалёкие, скажем так, да, потому что сознание людей… люди, конечно, думают, что они умные, как бы, то, что они во многом разбираются, там телефоны есть, вот, компьютеры… много, что у людей есть, но, если вдуматься, то… люди живут всё равно ради тех же самых принципов и той же самой… люди проводят свадьбы кошкам и собакам, просто некоторые делают по-настоящему, некоторые делают то же самое, но просто считают, что… так оно и должно быть, ну, просто потому что так и должно быть… занимаются всякой, так сказать, как говорят, чепухой в этом мире, сами не понимают, что просто бессмысленно растрачивают свою жизнь, которая и так коротка, но ещё проходит бессмысленно, и в результате люди… они рождаются даже не в телах людей, они рождаются в более низших формах жизни, ну, нужно понять, такая серьёзная проблема, и Шива Прабхупада, Укидан Свами, ставит такой сильный акцент именно на этом моменте, что положение людей в этот век настолько ужасно, что люди даже не понимают, что происходит, что за их каким-то таким очень коротким… какой-то короткой жизнью, там, в течение, там, максимум, ста лет… даже в течение жизни, этот человек может там понаслаждаться, я не знаю, лет… несколько, совсем, может быть, пять лет, может быть, десять лет, да, и то… причём для того, чтобы эти десять лет понаслаждаться, нужно прикладывать всё равно какие-то усилия, а остальное время живое существо, оно фактически претерпевает очень такие… либо страдает, либо бессмысленно проживает поддержание этого тела, то есть все мысли живых существ, они сосредоточены исключительно на том, как поддержать это временное бренное тело. И вот по милости Адвайты Ачария, Господь Читания не зашёл в этот мир, и явил свои вот эти удивительные игры, и самое главное для нас, не для других миров, а именно для нас, упадших живых существ этого мира, он дал нам эту религию Века Калия, совместное воспевание, индивидуальное воспевание, служение, он рассказал, кто такой Господь, как всё это происходит, и дал в такой доступной форме, что, в принципе, люди, которые будут следовать простому принципу воспеванию Хари Кришны Махамантры, они очень могут быстро очиститься и понять свою духовную природу, понять своё предназначение, понять, почему они явились в этом материальном мире, потому что большинство живых существ живут в этом материальном мире, и даже не задумываются о том, для чего этот мир вообще предназначится, даже не задумываются о том, что этот мир просто огромная большая тюрьма, в которой мы вынуждены находиться в силу своих собственных поступков, и мы должны оценить вот эту благую удачу, то, что в этой жизни мы родились в телах людей, мы родились в довольно-таки благоприятное время, когда, ну, даже вспомнить ещё, допустим, там, лет пятьдесят назад, никто о сознании Кришны особо не слышал, в наших странах даже христианство особо не процветало, да, то есть людей преследовали, сажали в тюрьмы, там ещё что-то происходило, то есть, ну, надо понять, что вера людей была очень такая, не для всех, скажем так, а у кого это было, то эти люди тоже, они и преследовались, и всё остальное. Нам повезло, что мы родились именно вот в такой момент, что в нашу молодость, скажем так, а некоторые уже сейчас, ну, скажем, рождаются с возможностью сразу же узнать об этом, потому что нам кажется, что это, ну, как бы вот, так вот нам повезло, всё хорошо, но на самом деле это большая удача родиться в это время, и потерять, потерять драгоценное жизненно, какое-то бессмысленное время праворождения в этом мире было бы очень, очень глупо на самом деле. И поэтому, поэтому время очень дорого. Время очень дорого. И когда Господь Читания был на земле, то он являл свои игры в течение, он принял саньясу в 24 года. То есть до этого он сначала играл в него учёного, и он был, как бы, таким логиком, который, бандитом, который спорил со всеми, доказывал какие-то философские термины, доказывал знания санскритской грамматики, то есть он был учителем грамматики до тех пор, пока он не решил являть игрой преданности. И это произошло, когда он отправился в Гаю совершить поминальный обряд по своему отцу. Когда вернулся, он вернулся полностью преображённым. И жители Новодыпы, они уже фактически даже не узнали Господа, потому что Господь вернулся преданным. Он всем и всюду начал проповедовать славу святого имени. Тогда началось как раз исполнение его миссии, для того, для чего он пришёл в этот мир, это проповедь святого имени Господа. И мы можем просто о взаимоотношениях Адвайта Ачария и Махаправу, они очень такие интересные, потому что по возрасту Махаправу был гораздо младше Адвайта Ачария фактически. Адвайта Ачария, он был как дедушка ему, то есть он был где-то на 70-80 лет старше его. И Махаправу поэтому по этикету всегда выказывал ему такое глубочайшее почтение. Но Адвайта Ачария это не очень не нравилось, потому что он понимал, кто такой Господь, он понимал, что это он его призвал. И там такая ещё предыстория есть, что Адвайта Ачария вообще обладал таким могуществом. и когда хотели проверить подлинное божество, которому поклоняются... Ну что? Давай. 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 Реманочку. И Джай Роман звонил, хотел с вами там... Ну, не знаю, как срочно там... И вот не можем дозвониться какие-то... Ну, это так. Я помню. Вот. И когда... Когда хотели проверить подлинное божество, или подлинное шилограмм Шива, да, которому люди поклонялись, они вызывали Адвайта Ачарии. Адвайта Ачария, если он кланялся к божеству или шилограмма Шивы, если это было неподлинное божество или шилограмма Шивы, то оно раскалывалось на части. Обладалось таким могуществом. И когда явился Господь Читания, все знали об этой способности Адвайта Ачарии, и он пришел в дом Махапрабу, в дом Шачи Деви, он первое, что сделал, он поклонился Господь Читания. И Господь Читания поставил свою стопу на голову Адвайта Ачарии. Но ничего не произошло, хотя родители испугались, что сейчас что-то может произойти, но ничего не произошло. И Адвайта Ачария он понял, что это пришел тот самый Господь, которого он призывал. И Адвайта Ачария, они принесли там множество подарков со своей супругой, си-кадха в Куране. И дальше отношения развивались так, что Адвайта Ачария, он всегда пытался служить Господу Читания. Но Господь Читания в силу этикета он не давал поводу служить, потому что Адвайта Ачария же гораздо старше, чем он. И, соответственно, Адвайта Ачария он испытывал такой внутренний дискомфорт. С одной стороны, он, как старший, должен принимать поклонение, с другой стороны, он понимал, кто такой Господь Читания, что это сам Своям Бхагаван. И он находился перед дилеммой, как сделать так, чтобы Господь не выказывал ему такое пощение. И тогда он решил такой сделать ход. Он поехал в Шантипур и стал проповедовать философию Майвада и персонализма. То есть он говорил, что такое любовь к Господу, это ничто. Вот знание – это самое главное, потому что в любви, в преданности Господу живое существо ставит себя в полную зависимость от Господа. А явит тот, ему своя милость или не явит, это еще неизвестно на самом деле. А вот Гьяна говорит, если вы будете изучать Гьяну, то волей-неволей вы постепенно пронитесь осознанием этого безграничного брамана, поймете, что все едино, таким образом вы всего достигнете. Поэтому давайте будем сосредоточиться на Гьяне. И Махапрабу, когда он услышал о том, что Адвайта Ачаря проповедует имперсонализм, он очень разгневался и пришел в дом Адвайта Ачаря и закричал на него, зачем ты приглашал меня в этот мир? Для того, чтобы смеяться надо мной, чтобы проповедовать эту имперсональную доктрину. и начал его, в общем, бить. И супруга, читает в Уране, она сказала, что ты делаешь, что убьешь старика. А Адвайта Ачаря, он радовался. И в какой-то момент времени, Господь Считания остановился, не мог понять, в чем дело. И он тогда Адвайта Ачаря сказал, ну, ты видишь, кто теперь Господь? Ты или я? Теперь я доказал, что ты на самом деле Господь. И таким образом Адвайта Ачаря победил Госпочитание. Дальше мы знаем такую историю, что когда Махапрабу, Считания Махапрабу, он принял саньясу, он решил сразу же отправиться в Вриндаву. И говорит, что он три дня ничего не ел, он шел в каком-то таком забытье, он повсюду воспевал святое имя. Ну, то есть он фактически полностью сошел с ума. И тогда Никинанда Прабу, он решил его перехитрить, он решил его, ну, сбить с курса, чтобы он не дошел до Вриндавана, а привезти его в дома как раз Адвайта Ачаря Прабу. И он договорился по дороге с мальчишками, которые сказали ему, что вот это не Ганга, а это Емуна, что вот Вриндаван весь совсем уже рядом. И так и произошло, что в конце концов Считания Махапрабу, он спросил у этих ребят, далеко ли до Вриндавана. Они говорят, да, уже почти вот здесь рядом, вот это Емуна. Вот. А Господь Считания шел впереди, тоже одевшись как в Саньяси. И он говорит, спросил у него, Шрипат, куда ты идешь? Он говорит, я иду во Вриндаван. Он говорит, ну я, говорит, тогда с тобой. И они когда подошли к Ганге, к Емуне, в это время Адвайта Ачаря, он приплыл на водке с противоположного берега, и он сказал, о, Махапрабур, я принес тебе чисто, это, сухую одежду, вот это уже весь мокрый. Он говорит, давай, садись в водку, я поедем тебя накормлю. И Махапрабур мне так удивился, спросил, Адвайта, а как ты узнал, что я во Вриндаване? Он говорит, ты, наверное, шутишь. Где ты, там и есть Вриндаван. И он ему сказал... Тогда, ну, Господь Считания, он вошел в себя, понял, что его как бы развели. И он сказал, это все про отделки нитянанды. Ну, так или иначе, он говорит, хорошо, про отделки-то не про отделки, но ты устал-то, ты меня ничего не ел. Я, говорит, скромный, брахмам. Но, говорит, я хотел бы предложить тебе чашку риса, как подобает в таких случаях принять тебя, как берехаска, накормить тебя. И Господь Считания, они сели в лодку. Адвайта Ачария приплыли в дом Адвайта Ачария. И там, соответственно, Адвайта Ачария решила его немножко накормить. И там описывается огромное количество блюд. То есть там жена его нагормила столько, что там было невозможно все это съесть. И Господь Считания, когда увидел все это, он сказал, что я же саньяси, мне не подобает так много есть, мне нужно совсем немножко, положи мне немножко риса. И недостаточно будет. Он говорит, нет, говорит, Адвайта Ачария сказал, нет, ты меня не обманешь, я знаю, что ты, как Господь Жиганатха, съедаешь тонны, тонны пищи и все нормально. Поэтому будешь есть, сколько я тебе скажу. Он стал ему накладывать. А лейтенанты, правда, он сказал, он занял другую позицию, он сказал, почему ты так мало мне накладываешь, ты, говорит, старый этот, с кряга, жадничаешь, тут я, говорит, три дня тоже ничего не ел, ходил, а то мне тут по чуть-чуть совсем. А Адвайта Ачария ему говорит, да, говорит, вообще, я сомневаюсь, что нужно было тебя к себе приглашать, потому что вообще неизвестно, кто ты по роду, вообще какого-то племени, потому что возможно, что ты, поведав меня, ты осквернишь мою касту и все такое. Тогда Господь Никинадо сказал, да это, говорит, ты меня осквернишь, как ты? Кто ты такой вообще? Ну, в общем, у них такой вот, так сказать, между двумя господами была такая вот перепалка. В конце концов, он закончился тем, что Никинадо Парабу начал кидаться в него рисом. Адвайта Ачария, в общем, тоже впал в транс, и, в общем, все закончилось очень замечательно. Такие истории, которые рассказываются в читании Бхагавати, в читании Чиритамрите, о удивительных ливах, господа Читании, господа Адвайта Ачарии, господа Никинанды. И антологически описывается, что господь Махапрабу это сам в своем боговом, то есть Махапрабу, а господь Никинанды это его экспансия, господь Адвайта Ачария это его аватар, то есть аватар Маха Вишну, то есть и они играют роль, Махапрабу играет роль преданного, а господь Никинанды тоже это форма преданного, но господа Читании. И Адвайта Ачария, он тоже играет роль преданного, но преданного, который учит своим примером, его зовут Ачария, то есть он учит своим примером, как служить Господу, и Никинанды Прабу учит. Вот Панча Татва, пять личностей, которые не зашли, это Господь Читания, Господь Никинанды Прабу, Господь Адвайта Ачария, это три господа из категории Вишну Татвы. И две другие татвы, это Гатадхар Пандит и Шривастха Кура. Гатадхар Пандит олицетворяет внутреннюю энергию Господа, а Шривастха Кура олицетворяет Джива Татасха Шакти, Джива Татву, из которой исходит преданное, то есть он тоже растворяет преданного из Джива Шакти. Таким образом, эта Панча Татва явилась на благо всех душ, для того, чтобы люди могли в этот век, в этой материальной вселенной, постичь свое подданное духовное предназначение. И говорится, что за 18 лет до своего ухода из этого мира, когда Господь Читания путешествовал по всей земле Барат и Варши, и распространял чистую любовь к Господу, люди сошли с ума. То есть миллионы людей, они принимали сознание Кришны, они начинали понимать, что такое любовь к Господу. То есть говорится, что когда Господь Читания вернулся в Вадвипу из Южной Индии, то его встречали миллионы людей. Говорят, что они даже там, где Господь Читания проходил, они вырывали огромные ямы, то есть с попыткой посыпать себе пылью головы. И вот когда этот процесс становился более и более неконтролируемым, Адвайта Ачари, он написал, Господь Читания тогда был в Джиганхапуре, он написал ему некое загадочное письмо, в котором он говорил, что рис, который раньше стоил дорого, теперь раздается бесплатно. И я сейчас не помню точно дословно, но смысл этого письма заключался в том, что весь мир переполнился божественной любовью, и люди сошли с ума по этой божественной любви. То есть он фактически, сначала Господь Читания, он, прочитав это письмо, он сказал, наверное, Адвайта Ачария относится к той категории тантриков, которые сначала призывают божество, поклоняются ему какое-то время, и когда цель поклонения достигнута, они, как говорят, божеству, до свидания. И он говорит, наверное, Господь Читания, он относится к такому. И вот первое принятие подаяния произошло в доме Щи Адвайты. Он остановился в его доме на некоторое время, чтобы принять служение Щи Шачадеве, а затем отправился в Нилачаву. Щи Адвайты Прабу хотел последовать за ним, но Щи Гаурахари отговорил его и занял в проповеди абсолютной истины в Гауде, в Бенгарии. Господин Сита во всем следовал его повелениям. Преданные Гаурахари каждый год приходили в Шикше, Трупури, на фестиваль колесниц и оставались там на четыре месяца ради общения со Всевышним. Это приносило всем, кто страдал от боли разлуки, большое удушение. Так все они каждый год проводили несколько месяцев в Нилачале во время фестиваля колесниц. Однажды Ачарья Прабу пригласил Шамана Махаврау в свой дом в Нилачале и подумал, «Если Господь придет сегодня один, то я смогу послужить ему согласно велению сердца и без каких-либо беспокойств». Господь, исполняющий желания своих прежних, явился один в полдень. Сразу же после его прихода начался проливной дождь с градом и штормовым ветром, поэтому больше никто не мог прийти туда. Так Ачарья Прабу вместе со своей супругой с великой радостью смог оказать безграничное и разнообразное служение Шаману Махапрабу. Он сказал, «Вся моя энергия рождается из преданности тебе. Даруй мне благословение, что никогда меня не оставишь». В Сикшетре Всевышний однажды спросил Шриваса своего ближайшего преданного, «Как ты думаешь, каково положение Адвайты, как Вайшнава?» Шриваса ответил, «О, он как шука и прохлада». Услышав эти слова, Господь сильно разгневался и дал пощечину Шривасу, сказав, «Что ты такое говоришь, Шриваса? Как ты осмелился сравнить Адвайту с шукой и прохладой?» «Своими словами ты оскорбил моего наду. Ты сильно расстроил меня этим». Сказав это, он схватил подставку под светильник и собрался ударить Шриваса. Адвайты праву тоже был там. Он тут же схватил Шимана Махаправу за руку и стал умолять его простить Шриваса. Гнев Махаправу прошел. Он сего начал прославлять величие Шри Адвайты, сказав, «Шука и другие мальчики в сравнении с ним, все они родились гораздо позже. Я явился в этот мир ради него. Известно ли кому его подданное величие?» Шривас попросил прощения у стоп Шимана Махаправу и сказал, «О Господь, если ты не расскажешь о славе Шри Адвайты, то кто сможет узнать об этом?» «Сегодня я врел благо благодаря твоим наставлениям». Однажды после Радхаятры в фестивале крестниц Шри Адвайта поклонялся Шриману Махаправу цветами и листочками тулуси. Махаправут также стал поклоняться Адвайте, прабу цветами и тулуси, лежащими на подносе, повторяя при этом мантру. «Кем бы ты ни был, ты это он». У Ши Адвайты Ачарьи было шесть сыновей. Их имена были Ши Ачутананда, Ши Кришна, Ши Гупал, Баларам, Сварупа и Джагадиши. Среди них лишь первый Ачутананда был истинным преданным Шиманам Махаправу. Ши Гурасундра пришел в этот мир по зову Ши Адвайты Прабу. Когда его миссия завершилась, он отправился в свою Дхаму, трансцендентную обитель. Высочайшие из его спутников тоже ушли. Ши Адвайты Прабу тоже покинули этот мир в то время. «Джаа», «Ядва Ачаря Прабути», «Джаа». «Джаа». «Джаа» «Джаа». Вообще вот эти удивительные истории, читание бхагаты, читание шритамри, читаешь, когда каждый день. такое приходит очень удивительное чувство горея кришна ну что вопросы есть какие-то как это он был отрешением что-что как подобает воплощением отрешения как подобает домохозяева ну потому что домохозяева греха с кашлями это отреченные люди я слышал историю такой гостай махарас рассказывал что но они когда еще были молодыми приехали в индию были по-моему шафраново одежде там такие брахмачари они попали в дом какого-то индийского греха ски этот так но они как бы относились так вот мы типа брахмачарья понятно вы уважаем на греха стану греха все-таки я а вот но человеком вот такой проницательного поняла настроение и он сказал да говорит а греха ска у меня трое детей говорит на его свою жену ни разу розетта не видел нашим просто не показал господин хорошо сам рассказывал каково какой стандарт греха ски поэтому даже понять что это не у нас не греха скина греха метки греха ски это тот но живет с женой ради того чтобы начинать детей в сознании кришны туда греха ски то есть подлинный греха ски и поэтому у господсчитание у него очень много его близких преданных как раз говорим их раз то что у нас в наших странах происходит это мы можем думать там что это порядке вещей но это с точки зрения духовного общества и ведического общества это просто как бы обычный раз в раз официально зарегистрировал поэтому лучше нужно просто ну надо понять некие вещи что есть если то он и что такое саньяс аж аж что такое греха скачь о бахмачарь аж вот и что такое нынешнее время в котором люди они живут в определенных категориях люди даже об этом не знают на самом большинство людей даже если рассказать там где-то в миру гейма там поехать в сочи в абхазии еще могут понять потому что абхазии немножко более ведические и то как бы уже деградирует правильно мало кто об этом что знает вот но там вот и выйдет сейчас тоже деградация со мной это большинство людей там чисто на запад смотрит святые места еще остались там живут люди понимаешь о чем речь и поэтому даже понять на самом деле насколько это все вот лично для нас это да то что это мы не мы не можем прийти господу так вот как шлифтарм хорошо выражается широко расставит ноги как мы есть по праву милость господа просто что нам позволили все поклоняться удивительной форме господь пришел пришли учителя далее удивительное писание в доступной форме то что мы мы можем вообще читать эти вещи понимать эти вещи и служить этим вещам поэтому мы просто есть такие моменты одного поражать по всеми немножко выбили выбили даже искали типа начали мечту проповедовать там за маркуру расу я просто я не знаю что за человек как почему мысль к вот и не может быть действительно у него есть какое-то важное понимание я просто вспомнил наставление наших учителей что но таким людям мы просто говорим свидание поражаем почтение говорим извините как бы нам пора потому что как бы но но я даже вообще боюсь об этих вещах говорить что ли потому что если вещи даже простые вещи то боюсь говорить о него господь потому что никогда не нету квалификации рассказывать что я пойду стесняюсь бывает что рассказывать к этому же когда господь мухараджи рассказывает а вадут мухараджи они рассказывают это говорю грудев когда рассказывает это но они могут эти вещи все транслировать а нам это очень возвышенные такие как матхура раса там это вообще поэтому лучше будем заниматься своим делом на своем месте плане так вот издалека вот читать книжки лекции слушать наших учителей таким образом постепенно постепенно она нужно нам нужно просто очистить свое сознание вот это вот свою вообще свое бытие бытие очистить нужно просто привычки вот эти все как бы которые нас и ничего кроме молитва не спасет вот чего непрестанная молитва то что нам необходим с молитвы все начинается нужно молиться молиться и молиться другие вещи это все выходит из молитвы рейки что ну что все поем второе второе средство это просаду да все это должно делаться в настроении служения поэтому нам необходимо три составляющие молитва сева и просад ради этих трех вещей чтобы дать нам все эти вещи падшим душам века калининги приходил господь читания 2 это очаре праву господь нитинанда поэтому у нас хорошо что пришел господь нитинанда я 2 это очаре праву потому что они не смотрят наши вот это вот на наш дебилизм вот этот оскорбительно которые нам дают как вам еще там так вот ноги выставляем дрыкаемся можно даже эти вещи все как бы очень проникнутся вы просто вообще милостью которую нам если мы проникли все вещами тогда смирение естественным образом придет больно что села села вообще дороже ибо и но вот ничего не ценнее чем села вот обрести силу это вообще то есть там люди просто ну вообще стармах раз рассказывал а чё же вы говорит это самое мы вы все знаете все писания знает чего не проповедовать его говорит ты говорит очень высоко для этого закупиться милости чтобы обрести обрести какое-то служение какое-то вообще восприятие чтобы об этом вообще говорить какие-то вещи это нужно как бы но купиться милости господа мы как бы просто даже не понимаем о чем речь идет думал что да вот но служение это такое что такое как вот но продолжение сделать как но очень такое не понимаешь что такое что это богатство я говорю когда помню на кухне служил там спору кому пыть посуду ребят кому мыть посуду вам дали 500 долларов как бы вы еще спорите как это самое что не хотите бить и брать кому кому-то хотите отдать как образы просто говорю вы просто не понимаете что то что дали быть посуду храме господа так это же ценнее нету ничего где еще вы сможете так легко просто вот послужить господу заработать еще сукрите вечное благо с этим сукрите потом ну понять что такое божественное божественное счастье как мы сегодня читали читание череда амри то что божественное счастье преданного служения то есть там сравнивается материальное наслаждение богатство высокое положение осознание брамана все это даже пылинки не стоят счастья от преданного служения просто нужно понять что это настолько ценная субстанция и мы должны понять что храм это как раз вот место такое удивительное что мы можем прийти чтобы сделать для господа и вообще ничего не требуется нет по праву везде по праву мы требуем что-то в заменка здесь можно по праву не требовать даже потребует потому что это не храм уже получится поэтому мы должны понять это ведь все вещи и вот это я бы послушал две лекции а вадута махаража когда он приехал только из китая вообще такие очень удивительные простые вещи рассказывал вообще вот насколько мы должны оценить вообще такой господь но наша проблема в чем что у нас утро начинается с оскорблений он в храме дает и в чем оскорбление что мы приходим к господу не в духовной одежде потому что господу нельзя не в духовной одежде приходить то есть нельзя без кивовки приходить понимаете а у нас начинается утро с этого мы даже уже там по десять по двадцать лет в Харе Кришна и приходим просто ну в Индии это все знают там никто никто не приходит просто в одежду но просто это как бы деликатно людям просто присутствующим рассказывать об этих вещах что мы должны понять какие-то ну простые вещи что не господь для нас что мы приходим там типа одолжение Господу сделаю пришли Господь но сегодня у меня хорошее настроение как бы я вот сегодня хорошо себя чувствую выспался поел как бы сегодня я пришел к тебе вот но завтра не знаю вот завтра дел наверное много будет там все такое и пришел я так как мне нравится в телогрейке там или еще ну просто даже даже вот мы даже не понимаем что что происходит на самом деле вот поэтому ну мы должны начать все эти вещи хотя бы тилки начать ставить храм пришли тилку поставили вот храм пришли тхоти одели как бы ну и что это же не так сложно правильно за десять лет не это самое не раздобыть тхоти просто лень уже зайти на второй этаж переодеться как бы спуститься ну должны все эти вещи на самом начать начать просто в конце концов духовно духовно расти вот диди у нас всех сами вдохновляет раз одевается ладно не будем о грустном я просто вам посоветовал послупа посоветовал послушать и две лекции об адута махаража когда он привет приехал только снятая не помню числа это вот ю тубе там они выставлены ареха района мог решно и